Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 21 января По народному месяцу слову Емельян Зимний, Кумишный В этот день христиане чтут память о святителя Емельяна, епископа Кизического Жил в восьмом начале девятого веков Нельзя сказать, чтобы слыл этот день самым холодным в году Зато ветрами он, видно, не прочь был позабавиться Ведь недаром его в народе Емельян Закрути Буран прозвали Но погода указчиков и ветропогонщиков среди зимних дней находилась немало А Кумишным одного Емельяна считали И все от того, что во многих районах России В этот день принято было Куму с Кумой крестника навещать Принося в подарок новое полотенце и кусок мыла И вручая их молодой матери со словами Вот тебе Кума, мыльца да белая белильца для крестника Пришедших нужно было хорошенько угостить А подарками при первом же купании ребенка воспользоваться Иначе они могли потерять свою волшебную силу Так и не принеся ожидаемой пользы Ведь согласно существовавшему когда-то поверью От Кумишного мыльца Младенец не по дням, а по часам Рос здоровьем и силой наливаясь При первом же купании ребенка С использованием принесенных подарков В конце, обкатывая водой Надо было сказать С гуся вода, с Ивана худаба Только назвать имя своего чада Занимателен был Емельяна в день, а вечер и того интереснее Потому что завершив шумные праздники и отдохнув немного Начинали с Емельяна вечерами по избам удивительные истории друг другу рассказывать Не уставая слушать, удивляться и охоть от восхищения Нисколько не заботясь о правдоподобности услышанного Лишь бы был рассказчик слово охотлив И история занимательна А там, мили Емеля, твоя неделя Кстати, когда-то неделей, недела То есть в этот день не работали Называли на Руси воскресный день Так что нашему Емеле Не семь дней на рассказ отпускалось А лишь один вечер студеного зимнего дня Когда собравшись возле теплой печки Вся многочисленная деревенская семья Могла позволить себе махнуть рукавом на дела и хлопоты Сесть сложа руки И, невзирая на лица Слушать человека, не зарывшего в землю талант рассказчика А в Белоруссии говорили До обеда, каледа Окончательно прощаясь со святками А после обеда уже брались за отложенные занятия С этого дня Женщины могли вернуться к своим работам по предению и ткачеству И во знаменование этого они украшали прялки С которыми обходили село А затем в складчину устраивали пирушку По словам народных лекарей Кого треплет неотвязанная застарелая лихорадка Того в этот день можно вылечить травой лихоманником Она же Соколий перелет, толстушка, ископоть, козок, семиугодник, Петров крест, сердечная А в Вятской губернии звали эту траву Василисой В средней полосе России присматривались к ветру Гадали о погоде летом и примечали Если ветер с юга снежные облака гонит Быть лету грузовому, дождливому А коли Емельян тихим простоит То и лето солнцем порадует Радости, счастья и здравия вам, славяне! Братья-месяцы